Всем привет, с вами Кирилл, и вы на канале Кирилл Гейм. Думаю, по названию ролика вы догадались, о чём сегодня пойдёт речь. Как вы, думаю, знаете, что мой основной аккаунт на Amazon Curly Play 1 сервер деактивировали. Деактивировали типа по причине махинации. Деактивируем мой аккаунт 9 числа этого месяца. И я снимал видосы по этому поводу, думаю, все их смотрели, кто не смотрел, можете посмотреть, как бы. Хочу сказать очень большое спасибо вам, кто поддерживал меня, кто под видосом там просто набалось 380 лайков. Прям от души просто большое спасибо, кто поддерживал. У меня к вам будет небольшая просьба, поставьте обязательно под этим видео лайк. И кому не трудно, пожалуйста, скиньте это видео в свободную группу, буду вам очень благодарен. Итак, видео называется «Мои обдуманные мысли по поводу деактивации». Что это значит? Неделю назад я ещё всё обдумал, и я всё это писал в ВК человеку, там, одному, не буду говорить кому. Всё это писал, точнее записывал, чтобы просто не забыть, как бы. Я писал, так, в период 2-5... 2 часа ночи-5 утра. Здесь много чего написал, и ещё буду добавлять от себя, в принципе. Не знаю, будет ли это вам интересно или нет, я думаю, да, потому что на моём месте, как бы, может оказаться каждый. Каждого могут взять, так и деактивировать. Я знаю, что многие, кто смотрит сейчас это видео, меня не поймут. Поймут меня, наверное, только те, кого деактивировали. Но всё же, я долго решал записать этот видос или нет, но всё-таки решил записать. Вот эти все мысли я ещё писал 15 октября, сегодня 22-е. И давайте я, в принципе, начну. Буду просто читать, как бы. Это было адресовано человеку, но, в принципе, вы поймёте. Немного там, может, будет что-то повторяться, но, думаю, ничего в этом страшного нет. Ну что ж, я буду там чуть-чуть добавлять от себя. Ладно, погнали, слушайте. Мне деактивировали аккаунт, на котором я играл почти год. И тупо из-за того, что я отдал знакомый 1 миллион. Это очень неприятно и обидно. И за помощью человеку я сразу потерял всё. Я никогда не стал бы помогать, а тем более продавать верты. Я люблю Амазинг. Я любил снимать, играть на проекте. Снял почти на проекте 700 серий. На счёт, кстати, того, что я ютубер. Да, я не отрицаю от того, что, да, ютубер это ничего не значит. Я не спорю. То, что я ютубер, это ничего не значит. Ну, как бы, я такой же игрок, как и все. Но я снял по Амазингу уже 640 серий. Ни один ютубер в мире не снял по Амазингу столько серий. Понимаете? Ни один ютубер просто. У меня на канале, в общем, 1 миллион 100 тысяч просмотров. И 1 миллион просмотров, это только по Амазингу. Да, конечно, они там могут заказать рекламу Ричи, у которого будет там за серию 50-100 тысяч просмотров. Но всё же, как бы, это тоже пиар. Да, меня никто не просил, меня никто не заставлял. Договоров никаких нету, но всё же, как бы... Я просто не понимаю. Погнали дальше. И мог снять ещё столько серий. У меня была куча классных идей для серий. Но теперь всё, я это снять не смогу, без основы. Я не хейтер Амазинг, я просто за правду и справедливость. Ну, действительно, я не хейтер, а Амазинг. Я люблю Амазинг, мне нравится этот проект. Мне просто не нравится, как со мной поступили. Вот и всё. Вернул бы время назад, я бы ничего, что снимал про Иванова, и проект не делал бы. Но на самом деле, я бы так, в принципе, и сделал. Потому что, да, я, в принципе, знал то, что меня деактивируют. Я этого ожидал, но не думал, что это произойдёт именно так быстро. Сначала меня деактивировали на третьем сервере. Я думаю, это было, как вы знаете, предупреждение. Но потом уже деактивировали основу. Я реально никогда не думал, что мой аккаунт когда-то диктируют. Когда в понедельник я зашёл в игру, то есть где-то числа, и обнаружил деактивацию, я был в шоке. Я где-то час не мог понять, правда это или нет. Был просто в шоке. Я бы всё отдал, чтобы это никогда не произошло. Ну, действительно, просто я играл на проекте год, и вот меня деактивируют, и как бы всё нужно начинать сначала. Это очень трудно, и очень трудный шаг такой, как я думаю. Я понимаю, что это просто игра, но для меня это больше... Для меня это что-то большее. Я получил кучу позитива, эмоций, играя на проекте. Но после деактивации вся эта радость сразу пропала. Да, когда меня деактивировали, у меня даже не было желания вообще снимать. И я долго с этим боролся, чтобы снимать видеоролики на Мазинге снова. Потому что, да, мне нравится проект, но после того, как мы поступили, у меня пропало желание там снимать. Я на протяжении всей этой недели делал всё, чтобы не вернули аккаунт. Но, к сожалению, всё напрасно. Я очень надеялся, что Иванов меня услышит, поймёт, простит и вернёт мой аккаунт. Ну и в этой ситуации, я думаю, мы оба неправы. И, кстати, где-то дней 5 назад он меня разблокировал в ВК и сам мне написал. Но я проебал свой шанс пойти в Симскайп. Я что-то сразу об этом не подумал, когда он меня разблокировал. Мы там попереписывались, но, в принципе, всё то же самое. Меня никто не хочет активировать и так далее, как бы. Но Иванов всё равно на все мои слова действия. Он категорически не хочет вернуть мне аккаунт. Или найти какой-то компромисс. И напрямую я никак не могу с ним поговорить. Но очень бы хотелось лично с ним поговорить, всё выяснить, разобраться. Ну, я бы даже это не снимал на самом деле. Наш разговор остался бы между нами. Я реально уже потерял надежду вернуть аккаунт. Я люблю Амазинг, но после деактивации желание играть, снимать абсолютно пропало. Но уходить я с Амазинга не собираюсь и даже об этом никогда не думал. С своими последними видео я пытался достучаться до Иванова, чтобы он услышал меня и со мной взялся лично. Но, как видишь, результата нет. Мне очень трудно смириться с потерей аккаунта, но я очень хотел бы с этим смириться. Да, у меня есть другой аккаунт, где есть машина и мотоцикл, но это совсем не то. Ничто не заменит мой основной аккаунт, как бы я хотел. За эти 10 месяцев, что я играл, я очень привязался к Амазингу. Ну, так на самом деле есть, понимаете. Я не могу сделать какой-то другой проект моим основным проектом, как Амазинг сейчас для меня, как бы. Я вообще без него не могу. Ну да, я часто заходил, играл, как бы, вообще без проблем. Амазинг всегда был и будет моим основным сервером. И никакой проект не заменит мне Амазинг. Ну, серьёзно, как бы давно там играю. И всё равно буду продолжать играть и снимать на Амазинг. Но того удовольствия от игры на проект я вернуть никак не смогу. Но насчёт активации надежды у меня больше нету. Хотя как хотелось бы вернуть всё как было. Я считаю, что это полный бред. Диактируется то, что я дал знакомому 1 миллион. Это сильно жёстко и неправильно. Я просто помог Тимохе, потому что я понимаю, в каком он был положении. То есть, первый левел и ноль денег. Я уверен, попал бы я в такую ситуацию. Если у Тимохи была бы возможность, он бы мне тоже помог. Даже вот вы, кто сейчас смотрит видос. Я уверен, если бы там вашего друга, знакомого деактивировали. Хорошего знакомого. И он бы попросил, ну помогите мне дать денег на машину. Я уверен, если у вас была бы возможность, вы бы так же дали деньги. Как бы это нормально. Если бы твоего друга деактивировали, если бы у тебя были деньги, ты бы, думаю, ему так же помог. Ну, в принципе, да. Я даже думаю, если бы Иванов был бы обычным игроком, и его бы друга, знакомого, так само бы деактивировали. И у него была бы возможность помочь ему. Я уверен, он бы так же помог. Как бы это нормально абсолютно. Я бы никогда не стал помогать или сам продавать верты. Я знаю, что это запрещено в плане сервера. И в жизни, как бы, мне денег хватает. Я просто играл в своё удовольствие, не нарушая правил. Ну, не нарушая правил, я имею ввиду не читерил там и так далее. Там деймил, это понятно, в принципе. Я просто дал, помог человеку, дал ему 1 миллион, так сказать, дал старт, продолжать играть на проекте. И за это меня просто деактивировали. Если бы не Тимоха, я бы не играл и не снимал бы на Амазинг. Именно он позвал меня на проект. Хоча изначально я играл в КРМП, звал его туда играть и снимать. Потом я ушёл играть в МТА, и он меня позвал в КРМП играть. Он начал снимать и играть в КРМП, и потом позвал меня обратно. И я с МТА обратно менялся в КРМП. Именно он позвал меня на проект и дал мне старт, то есть деньги на развитие. Он дал мне 150 тысяч для того, чтобы я снял квартиру и купил машину Мерседес Лупаты за 80 тысяч. Потом через неделю он подарил мне 800 тысяч, чтобы я себе купил Рейндж Ровер за 700 тысяч. Ну, 100 тысяч, типа, там, на личные расходы, короче, ну, поняли. После этого я уже развивался дальше сам. Понимание после того, как он... А, понимаю... Так, что-то я не могу разбрать, что написал. А, понимаете, после того, как он позвал меня на Мазинг и помог с развитием, с моей стороны было бы некрасиво и неправильно не помочь ему, то есть дать 1 миллион, чтобы он продолжал играть на проекте. Как бы он помог мне вначале, как бы дал старт. Я, вот, помог ему теперь, так сказать, сравнил счеты. Мне не жалко денег игровых, я имею ввиду. Я им пару раз... Я... Чё, блядь? Мне не жалко денег игровых. Я им пару раз месяцев, 5-6 назад давал подписчикам и по 500 тысяч, и даже миллион. Кстати, такое было, когда, помните, я купил себе пиротехнику, мой первый бизнес в Арзамасе, я подписчику от радости дал 1 миллион, как бы. И потом ещё другому 500 тысяч дал. И в помощи кому-то я не вижу ничего плохого, а тем более за это деактивировать. Ну, серьёзно, да, я понимаю, что, типа, там... На самом деле никаких продаж нет. На Тимоху, да, у них там есть пост группы, переписка, мне Иванов тоже это скидывал. И, кстати, после того, как я скинул там один пост, типа, что на Мазинге боты в одну группу, меня Иванов обратно на меня обиделся и заблокировал меня в ВК. Да, на Тимоху у них есть там пост группе, переписка, но на меня у них ничего нету, понимаете? Я уверен, никаких пруф на меня нету. Они просто, может быть, услышали в видео, как я говорил, что я дал Тимохе 1 миллион, и всё. Просто нашли повод меня деактивировать. Когда у меня было много денег, мне их вообще не было жалко. Я делал крупные конкурсы на 1-2 миллиона розыгрышей на машины, как дорогие, так и дешёвые, на блатах. Я думаю, вы это, в принципе, помните, можете на канале найти. Я всегда давал деньги подписчикам, когда они просили, как 5-10 тысяч, так и 500 тысяч и миллион. И считай, если есть приличная сумма денег, почему бы кому-то не помочь? Я им много раз сделал видео, помню, жижикам, где я ездил по подработкам и раздавал им деньги. Месяц назад я купил спортзал и хорошо его распиарил. Финка была очень хорошая, от 300 тысяч до 1 миллиона 500 тысяч. По сути, у меня уже всё было. Три хорошие дорогие машины, элитный классный дом, какой я всегда хотел, и 7 миллионов банки. И я готов был каждому помочь, мне не жалко было бы дать кому-то денег. Подписчики, когда просили дать денег, я без проблем им давал. Бывало такое, что мне в смс писали подписчик, типа, и говорили, так и так, я встал в сидении в казино, или мне не хватает на машину, и я сразу им помогал. Насчёт вертов я бы никогда никому, эээ, так, я бы никогда никому в продаже бы не помогал. И тем более, сам бы продажей вертов не занимался. Мне много раз писали в ВК насчёт покупки вертов. Ну, я этого не скрываю, в принципе. Или о покупке аккаунта моего. Но ответ был всегда один. Я таким не занимаюсь, продавать ничего не буду пока. Ну, серьёзно, я постоянно такое пишу. Я прекрасно знаю, что продажей вертов, аккаунтов заниматься строго запрещено правилами. Этим я бы никогда не стал бы заниматься, и об этом никогда не думал. Вообще, благодаря подписчикам я так хорошо развился на сервере, потому что они дарили мне и 10 миллионов, и 20 миллионов, и даже 40 миллионов. За что я им очень благодарен. Кстати, эти подарки были сделаны давно, вроде сразу после ГО, если что. А вы просто за то, что игрок решил помочь другому игроку деактивировали аккаунт. Это очень неправильно и абсолютно бессмысленно. Я думаю, такие люди, которые помогают другим игрокам в развитии, потому что им не жалко денег, помочь просто другому игроку, не заслуживают такое отношение и наказание за их доброту и щедрость. Я как бы не отрицаю то, что я дал Тимохе 1 миллион после его деактива... 1 миллион, просто его деактивировали, но он всё равно не ушёл с проекта и создал новый аккаунт. Естественно, у него был перерыв и 0 денег рублей. И как мы все знаем, что на Мазинге не так легко подняться и быстро заработать. Он попросил меня ему помочь дать на машину 1 миллион. Я без проблем залазился, дал ему деньги. Потому что я прекрасно понимал, в какой он ситуации. И сам он эти деньги будет зарабатывать очень долго. Я ему дал 1 миллион, и он мне купил себе машину Lexus. Jeep. Ну, помните, Lexus добавили в бета-тест, ну, в бета-модпак. И он его себе купил. Но потом, через 2 дня, он его продал в гост и все деньги проиграл в казино. Которые добавили в тестовый модпак. Я изначально знал, что он купит именно эту машину. Потому что, когда он попросил денег помочь, он сказал, дай мне, пожалуйста, 1 миллион на Lexus. Кстати, в салоне он стоит ровно 1 миллион. СБ, то есть служба безопасности, разработчики могут, как бы, все проверить. Зайти в его базу данных и посмотреть, покупал он машину или нет. И посмотреть, передавал он кому-то эти деньги. Но почему-то они, видимо, это не сделали. Хотя могли бы, тем более, наказание серьезное. Нужно было тщательно все проверить и убедиться. Но для них это показалось ненужным. И они просто взяли и ни в чем до конца не разобрали. И они же взяли и директирирули мой аккаунт. Я не хочу посадить Тимохе и спровоцировать конфликт. Но почему тогда не директирирули вместе со мной Тимоху? Как бы, деньги я же передал ему. И они, как бы, сразу стали его деньгами. Но директирирули только меня, а его нет. Ну, как бы, натура ему ничего не сказали. Я, в принципе, рад, что его не директирирули на самом деле. Просто я не понимаю. Вот когда Тимоху директирирули, его директирирули все аккаунты. А, как бы, мне директирирули только основу. И деньги, которые я ему, как бы, давал, никто у него не забрал. И вообще никто ему ни слова не сказал. Я вот не понимаю, почему так. И никак понять не могу. Деньги я дал ему. Служба безопасности подумала, что я ему помогаю продавать, типа, верты. Что совсем полный бред. Ну, серьезно, блин. Если бы я действительно продавал верты, как утверждает Иванов, я бы снял просто один видеоролик, типа, вот, меня директировали и все. Я бы так не палился по этому поводу, понимаете? Но наказали почему-то только меня. Хотя передача денег была именно Тимохе, но послезал от этого именно и только я. Мне кажется, это как-то по отношению ко мне неправильно. Помог ему, а он купил себе машину, но наказали меня. Его даже не тронули. Ну, в принципе, как бы, если посудить по их стороне, как бы, они должны были деактивировать нас обоих. Как бы, если по их сути, блять, подумать нахуй. Хотя Иванов утверждал, что мы оба плохие, виноваты и так далее. Что-то тут, блин, как-то не сходится. Я, конечно, не хочу, чтобы Тимоху дегтилили, просто я не понимаю, почему они сделали такое решение, наказав только меня, хотя, типа, виноват как бы оба, по их мнению. Хотя, на самом деле, никаких махинаций продажи игровой валюты не было и быть не могло. Как бы, типа, по ихней мнению, продавал верты Тимоха, а я, типа, типа, что являлся... Так, стоп. Продавал верты Тимоха, а я, типа, что я являлся... Что являлся бедом, что я ему помогал. Но наказание, причём очень серьёзное, получил и пострадал от всего этого только я. Только я, в принципе, от этого пострадал. Как бы, какие выводы? В этой ситуации, как бы, мы оба виноваты. Но кто-то больше, кто-то меньше. Разбираться никто не собирается и не будет. Как бы, им это не нужно. Я бы, конечно, сразу же хотел бы поговорить ещё в скайпе с Ивановым, разобраться, реально разобраться во всём, что и как. Но такой возможности у меня пока что уже нет. На самом деле, было бы круто, если бы меня активировали. Ну ладно, на этом у меня всё. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok